В Крыму продолжаются политические преследования участников митинга 26 февраля 2014 года. Тогда крымские татары на одни сутки удержали территориальную целостность Украины. Многотысячный митинг под стенами местного парламента не разрешил Верховной Раде Крыма принять решение о референдуме о присоединении к России. Сегодня в Киевском суде Симферополя прошло судебное заседание по делу Али Асанова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках. С 16 апреля Али Асанова держит под арестом и суд продлил срок содержания его под стражей до 19 ноября 2015 года. У Али Асанова отец-инвалид и четверо несовершеннолетних детей. Младшему еще нет месяца. Нас уведомили об окончании предварительного расследования и предъявлении материала уголовного дела для ознакомления. И то есть продлевают стражу в связи с тем, что необходим срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Детям просто тяжело детьми, объяснить тяжело детям просто, почему они не видят отца.